Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я хочу продолжить тему о долгожителях и долголетиях. У меня уже на канале есть более 10 видео на эту тему. Обязательно их посмотрите. Только посмотрев все, вы сможете понять, какие же причины, объективные совершенно причины, лежат в основе долгой и очень долгой жизни людей. Как жили раньше, на самом деле, а не так, как нам рассказывают. Почему статистика и врет, и не врет насчет раньше, мол, 30-40 лет жили. Мол, это и правда, и не правда, ведь это так и есть. И здесь нет противоречий. Но на самом деле люди жили долго и гораздо дольше, чем сейчас. Так вот, что касается причин, почему так жили, причем это не только, мы говорим о кавказских народах, это и о русских людях, о русском народе или русах, если правильно говорить, уже так о национальности или, по крайней мере, этногруппе, о славянах и любых других народах. У меня есть и о боливийцах, перуанцах, и о так сказать и прочих. Потому что в основе долгожительства есть четкие определенные причины, факторы, которые приводят к этому. И ничего нет удивительного, непонятного, не пойми откуда-то берущегося. Это всегда так. Если вы захотите это понять, эти факторы проанализировать самим, то смотрите мои эти видео. Сегодня же видео будет вот о чем. Я расскажу вам о том, как не учитывается один из важнейших факторов, влияющих на долголетие. И лишь иногда в сводках каких-то, так сказать, видео где-то там можно услышать хотя бы какие-то отголоски предположений, намеков. Но исследования, ученые, даже которые ведут о геронтологии, собирают данные, вот этот МГУшный проект, на который я постоянно ссылаюсь, который ездит по всем странам, по многим, там Италия, везде и так далее. Они вот не учитывают, ни разу не слышал о них, чтобы они изучали свойства воды. Это первое. Второе. Я расскажу вам о той глупости, которую сейчас очень многие, к сожалению, повторяют за неумными вполне людьми, о том, что, мол, а их возраст это все обман, неизвестно какой возраст. Это паспортов не было, потом приписать могли себе и так далее, и так далее. Так вот, об этом я попытаюсь вам пояснить, а также где подробнее можно это у меня услышать. Ну и в данном видео тоже. А дальше я расскажу и покажу вам уникальные кинохроники тех людей, которых при жизни кинокамера запечатлела. Некоторые из них родились даже в начале 19 века, причем в самых первых годах. Речь пойдет о людях от 130, скажем, лет до, там, почти 170. Итак, дорогие друзья, я постоянно говорю о значимости воды. Но не просто воды чистой, не пойми какой, а вполне понятно какой. Воды с определенными физико-химическими свойствами, такими как ОВП, коэффициент поверстного натяжения, все эти свойства измеряются. И внутри организма, в клетке, в каждой, вода имеет строго определенные физико-химические свойства. Если вода, потребляемая данными долгожителями, сверхдолгожителями, близкая по физико-химическим свойствам клеточной, необходимой воде, то тем больше люди живут при равных прочих факторах, то есть которые они учитывают в своей жизни. Правильное питание, образ жизни и прочее. Или неправильные. Все равно они будут при равных прочих факторах жить дольше. Именно эти люди, которые будут пить такую воду. Давайте посмотрим несколько буквально маленьких интервью, что людям кажется. Они давно ведь подмечали, что как-то вода влияет, просто не знают как. Да и ученые часто, к сожалению, это не изучают. Вот речь про Таджикистан. Секрет долголетия у всех разный. Например, в этом районе считают, все дело в чистом воздухе и воде. Даже говорят, кто из каратакских источников пьет, тот долго живет. У нас очень чистая вода, каратакская. Она идет с горы. Ну, поэтому я лично сам думаю, что это полезная чистая каратакская вода. По-моему, в мире в четвертом месте стоит эта наша вода. Везде, когда люди говорят о воде, они не понимают, что именно. Ну, точно понимают и знают. И совершенно правильно и справедливо связывают долголетие с конкретно именно водой. Но не только, конечно, надо говорить о воде. А люди просто подмечают, что именно вода дает дополнительные годы жизни, силы, энергию и так далее. А это абсолютно верно. Давайте посмотрим теперь, что говорит другая бабушка из Азербайджана, 106-летняя. Миновар Гусейновой, 106 лет. На этих фотографиях история ее семьи. У бабушки четверо детей, 15 внуков, 45 правнуков и 20 праправнуков. Пусть не спешит перо в руке поэта, скорее книгу жизни завершить. Пусть длится день, пусть вертится планета. Я не спешу, мне некуда спешить. Она уверена, все дело в воде. Ее кислотность горных источников намного выше обычной. Это вода, как в сказке. Живая вода. Больных лечит, пожилым продлевает жизнь. Тут конкретно подметили совершенно важный показатель. PH воды. Это сразу скажу вам, уважаемые зрители, не главный параметр на самом деле, но очень важный действительно. То есть выше. Щелочная вода имеет цвета. Ведь кровь, спинно-мозговая жидкость, лимфа, другие среды нашего организма, они все щелочные. 7,42, 43, желчь, например, 8,5, 8,6. То есть они все щелочные, либо сверхщелочные. И это действительно важнейший показатель, чтобы организм не закислялся. Если люди потребляют кислую воду, такая, как в Петербурге, в других некоторых местах, где она как бы с болот. То есть нулевой практически жесткости, либо 2-3 градуса. И при этом она кислая. Как правило, 6-6,5 PH. Это вредно и плохо. Такую воду обязательно надо ощелачивать. Если же вода 7 или выше, это уже нормально. 7 нейтральная. Но лучше, конечно, 7,5-8,5 в этом диапазоне. Но специально заморачиваться именно с этим параметром не нужно, пока вы не разберетесь с ОВП и с дополнительным наличием водорода в самой воде. Вот это, смотрите, моя лекция об этом обязательная. Вы поймете. Только посмотрите все, что я рекомендую под данным видео. Так, теперь давайте идем дальше. С бабушкой Минавар согласен молодой доктор наук из Баку Тофик Дадашев. Он доказал, что вода из горных источников гидобека влияет положительно на все органы человека. Расскажу вам одну пикантную подробность. Один человек лет под 70 женился на 30-летней женщине. Менее, чем через год у них родилась двойня. Чудо! В местную больницу старики обращаются очень редко. Однако, если и приходится кого-то оперировать, на поправку долгожитель идет быстрее, чем молодой человек. Мы оперируем их. Рана у них заживает первичным натяжением, не используя ни антибиотиков, ни каких-то химиопрепаратов для усиления их заживления. И даже вот приезжают к нам из института в хирурги и удивляются, как хорошо заживают раны. И ничего удивительного здесь нет. Это простая биохимия, биофизика. То есть, дело в том, что вот этот как раз коэффициент поверхностного натяжения действительно тех источников, где есть сверхдолгожители, именно как раз потому, что такая вода требуется нашему организму, по уже какой-то неведомой нам программе заложенной, но это факт, как раз близкая к 41 квадратный сантиметр, о чем я говорю. Именно в этих источниках вода близкая к этим показателям, а совершенно не к тем, какая течет у нас из-под крана, либо в бутылках продается. Но хочу сказать, что бутылированная вода меняет многие свои физико-химические свойства, потому что, например, такой показатель, как окислительный восстановительный потенциал, который измеряется в милливольтах, это заряды, это свободные электроны. Они уходят, улетучиваются. Их невозможно удержать стеклом, пластиком и так далее. И поэтому единственный вариант, либо, ну, то есть их два, собственно, для тех, кто хочет гораздо дольше жить по объективным причинам, так сказать, вот имея в виду свойства воды, хотя бы этот фактор, если мы берем в учет, то тогда либо жить надо в этих местах, как, например, вот в Вьетнам, есть один такой район, тоже уникальный, когда люди переезжают в других местах и действительно живут все дольше, несмотря на то, что их предки, их односельчане в других местах жили гораздо меньше, потому что этот фактор важнейший – воды, свойств воды. Либо делать воду, менять ее свойства. Об этом я подробно рассказываю в своих лекциях по воде, по приборам по воде. И это все также абсолютно объективно и также существует, есть, работает. Неважно, верит в это кто-то или нет, потому что это абсолютно понятные биологические вопросы. И, кстати, вот многие по геронтологии люди, ученые совершенно не изучают свойства воды, что очень плохо, потому что от этого зависят правильные или они сделают выводы и доведут их до людей о продолжительности жизни, о причинах продолжительности жизни тех или иных долгожителей. Почему в одних районах массово буквально чуть ли не все долгожители, в других, так сказать, избирательны иногда редко. Так что вот на этот вопрос можно ответить, только изучив все факторы, а воду в первую очередь. Этот человек уже из Ингушетии. И насчет воды здесь еще очень важные моменты, которые нужно подчеркнуть, почему я решил этот сюжетик тоже показать. Слушайте, смотрите. В больнице Хаббас Ильев редкий гость здоровья никогда не подводила. И вот первая операция в жизни в 121 год. Мы сделали диагностику, обнаружив, что у него катаракта, зрелая катаракта, и предложили ему оперироваться. Каждое утро Аббас Ильев привык читать Коран, когда потерял зрение и испугался, что больше не сможет. Потому пойти к врачам согласился быстро. Операция прошла благополучно, состояние, как видите, бодрое. Дома в высокогорном селе Гули дедушку ждут 55 внуков, правнуков и праправнуков. Как самый пожилой житель России Аббас Ильев вошел в книгу рекордов Гимнеса. Он до сих пор ездит на сенокос, убираясь за домашней скотиной и не собирается менять родное село на городские удобства. Что тут важно сказать? Во-первых, фактор важнейший какой? Постоянный физический труд, труд на земле. Сверхдолгожители всех объединяет то, что, во-первых, нет сверхдолгожителей в нынешнее время уже нет в городах. И, конечно, не будет. Это объективно. Факторы какие влияют. Второе. Это труд именно на земле, который не в тягость, а в радость. Тот естественный труд, который составляет там, как бы часть жизни или самой жизнью является для человека. Который не видит себя по-другому, как не трудиться. Почему у него есть какой-то временной период, когда он должен сказать, все, хватит. Пока человек здоров, а здоров человек всегда пока соблюдает волей или не волей те основные факторы, объективные факторы, критерии здоровья, которые приводят его к этому здоровью. Какие это факторы? Ну, многие из них уже слышали в сюжетах. Сейчас вот давайте дослушаем, и еще я скажу о некоторых. Как рассказывает сам, с гор спускался своей жизни только дважды. Первый раз воевать с белыми, потом с нацистами. Сейчас ингушский старец даже не ходит в магазин. Питается только тем, что выросла в огороде, пьет родниковую воду. В этом и есть его секрет долголетия. Действительно, люди не покидают свое родное место. Только вот, как в данном сюжете говорилось, в гражданскую войну и в Великую Отечественную войну. А так, полностью у себя, в своем селе, на своей земле. Это дает дополнительные годы жизни. Конечно, фактор воды важнейший физико-химических свойств воды. И фактор, конечно, очень важный – это еда со своего огорода, как было сказано. И это отличает всех долгожителей со своей земли. А вот здесь, дорогие друзья, внимательно, да? Еще один важнейший момент. Большинство долгожителей объединяет в том числе то, что люди сами едят со своего огорода. Едят в основном растительную, живую пищу, ту, которую вырастили. При этом почвы эти должны быть богаты микро- и макроэлементами. Это важнейший фактор. Не во всех местах эта почва так богата. В основном там, где наветренные стороны горных склонов, ущельей, равнин, долг. Потому что там скапливаются так называемые лёсовые отложения. Это что такое? Это те самые минералы из горной породы, разрушенные, выветренные ветрами, перенесенные в виде пыли и отложенные на наветренных сторонах гор. Так вот, толстый плодородный слой, где как раз выращиваются те растения, которые в своем составе содержат все эти необходимые, в первую очередь, микроэлементы, которых у большинства людей в современном мире дефицит. Стоит перевести долгожителей в город, в квартиру, более удобную, уютную и так далее, оградить от работы, и люди быстро умирают, старики. Это везде, абсолютно в любой стране мира проверено. Даже профессор Хусейн, который наш поставщик органового масла, он о своем дяде тоже самое рассказал. 120 лет увезли в город и буквально сразу умер. Я сотни таких историй слышал. Меняется, потому что все привычное отрывается от энергопотоков Земли. Там много других совершенно объективных факторов. То есть, меняется общая биохимия, энергетика и плюс психология. Такие психологические моменты непривычного, постоянного стресса в новых условиях. И вот как раз та самая родниковая вода. Но не любой родник есть родник. То есть, мы называем это родником, но это верховодки в основном. А потом родник роднику рознь. Важны ведь не просто, что это родниковая вода, как вон, какая-то мантра. Родниковая. Все, значит, эталон самый лучший. А что значит лучший? Что значит родниковая? Какие свойства? Да, у воды есть совершенно определенные физико-химические свойства. И только поняв их, то есть, на что, что влияет и где какая вода по этим свойствам, можно действительно иметь возможность жить дольше. И, по крайней мере, понять, почему люди жили дольше при равных прочих. А вот теперь я хочу еще одну важную тему осветить. Некоторые ведь любят говорить, ну что ж, вот как понять, что жил человек долго. Все это ерунда, столько не живут. Оправдывая то, что они-то понимают, что они, питаясь, понятно, чем, не пойми, чем употребляют. Алкоголь, табак и мясо и прочее, так сказать. Знаю, что сейчас некоторые из вас начнут в защиту своего любимого куска, так называемого мяса, на своей тарелке отстаивать, спорить. Правда, не находя аргументов, а только про бабушек и дедушек. Вон, прожили 90-100 и ели в запое мясо и жарили. И долгожители все на Капказе скажут, и вы едят мясо каждый день, круглые сутки, и все в порядке и отлично. Мол, так вам легче будет просто. Это такой крик души в защиту своего куска. На самом же деле, я не буду сейчас об этом говорить, кроме одного маленького сюжета, вы его сейчас увидите. Однако, чтобы вы все-таки понимали, как все происходит в организме, а не верили себе в успокоение себя, посмотрите мои видео о причинах болезней объективных. Называется хотя бы видео «9 причин болезни», полное 4,5 часа. Вы уж не поленитесь, найдите время, и тогда вы просто поймете. Либо другие видео под этим видео. Нажмите «Еще», откроются вот ссылочки, и вы сможете их посмотреть. А теперь вот этот сюжет. О Магомеде Лобазанове в Дагестане шутят. По нему хоть историю и пиши. Россия царская, революция, две мировые войны, период перестройки. И вот теперь он уже в 21 веке. Он родился 1 мая 1890 года. Магомед Лобазанов никогда не курил и не пил. С детских лет работал физически. А еще у долгожителя свое очень скромное по нынешним меркам питание. Фрукты, отварные овощи, кисломолочные продукты и кукурузные лепешки. В тяжелое время они заменили ему мясо, а потом он от него и вовсе отказался. Всю жизнь Магомед работал физически. В депортации лес валил, по возвращению в колхозе землю пахал. В последние несколько лет просто у себя в огороде трудился. Несмотря на всю свою уникальность, ни Магомед Лобазанов, ни его семья никогда не обращались в книгу рекордов Гиннеса. Говорят, и так все уже знают о его долголетии. Секрет которого правильное питание и никаких сигарет и алкоголя. Видя ненормальный, неестественный образ жизни, многие люди понимают, что они долго не проживут. Но видя, как живут их знакомые, близкие, как в 30-40 лет уже умирают мордой в салат на очередной попойке. И пытаются дешево оправдать свой неестественный образ жизни клеветой на то, что, мол, да не живут столько на самом деле, мол, это все паспорта-то не выдавали и так далее. Я кратко скажу, на примере вот этого дедушки конкретно. Дело в том, что да, действительно не выдавали паспорта, позже стали выдавать. Могут там быть ошибки, как вот у него. Ошиблись, сейчас вы посмотрите сюжет. Ошиблись. В меньшую сторону ошиблись. Почему можно утверждать, что ему больше лет, чем записано в паспорте? Да очень просто. Послушайте, если вы, конечно, такое сами не понимаете, а я поражаюсь, как можно это не понимать. Но я поясню после видео более расширенное. То есть, прям отвечу, аналитику проведу на эту тему. Давайте послушаем. Гайрхан Рисханович родился в горном селе Алмак тогда, когда жителям дагестанских аулов еще не выдавали паспортов или свидетельства о рождении. Но он помнит, как его отец говорил, что Гайрхан родился через 7 лет после пленения имама Шемеля, то есть в 1866 году. Документы он получал уже будучи взрослым человеком. И в графе даты рождения ему по ошибке написали 1888 год. А теперь внимание. Итак, во-первых, люди были не как сейчас, и люди были честные. Допустим, были люди всегда нечестные. Совершенно правильно. А вы скажите, кто жил не в городах, где друг друга никто не знает, хотя раньше в городах-то все тоже друг друга знали. Это сейчас в тысячеэтажных домах никто никого не знает и не хочет знать, и не общаются с соседями. Ну, понятно, что я имею в виду. В аулах, в селах, в деревнях раньше знали все все и обо всех вообще все. И если, предположим, знают, живет здесь дедушка такой-то, отец ребенку говорит, вот этому дедушке столько-то лет, он еще твоего деда знал, так сказать. Все это прекрасно знают, когда он родился, плюс-минус год, два, там это не важно. Хотя иногда абсолютно точно даты известны. Ну, не потому что их в паспорте, либо в какой-то церковно-приходской книге, хотя, кстати, это тоже точные даты рождения фиксировались, правда, не везде. Но это, кстати, абсолютно точно, где фиксировались, они действительно объективные. Но мы говорим даже не об этом, как будто никто нигде не записывал. А есть более точные, спросите вы, или я вам скажу сам, свидетельства того, что человеку именно столько лет, сколько он говорит? Да, конечно. Во-первых, потому что, еще раз говорю, все знают, и человек не соврет. Там, соврав один раз, все, этот человек уже выкидывается из, что называется, там, ну, кто с ним будет общаться, доверять и так далее. Это невозможно. Так было раньше, по крайней мере, тогда. Так вот, в деревнях все все знали. И, допустим, уже умер дедушка, умер папа этого человека, а ребенок маленький, которому папа рассказывал, уже, допустим, 70 лет. Живут же 70 лет или 80. И он знает, что этот дедушка еще жив. И все прекрасно понимают, что ему 130, либо 140 лет, либо больше. Ну, а теперь самое главное. Дорогие товарищи, даты, вот, например, война, которая всем известна, когда началась и кончилась, восстание, еще какие-то точные, абсолютно, даты, зафиксированные сотнями источников. И вот, если человек родился через год, за год, за 10 лет, да, известные, так сказать, ему было 10 лет, или прям в этот год, или через 5 лет, то это абсолютно точные, зафиксированные вот этим событием, дата рождения, там, того же ребенка и так далее, которые все знают в селе, в ауле и так далее. И это уже абсолютно точнее, чем любой паспорт. Так что успокойтесь и оправдать свои вот эти вот бредни насчет того, что люди не жили там 120, 130, 150 и так далее лет. Жили и 200 лет, но 200 мы сейчас про это говорить не будем. А то, что камеры зафиксировали, зафиксировало видеосъемкой абсолютно точно известной даты рождения. Например, Ширали Муслимов, который прожил 168 лет, это абсолютно точно известно, потому что он являлся основателем одного аула, деревни. Он основатель и дорогу Ширали, даже тропу называли и так далее. Поэтому можете успокоиться и, так сказать, желаю, чтобы все-таки вы стали, ну, это трудно, может быть, для многих людей мудрее, и перестали оправдывать свои пристрастия, привычки и пагубу ценой, вот как я всегда это говорю, глумление над здравым смыслом, над человеческим разумом. Так, ну, идем дальше. В нашей семье много долгожителей, говорит Гайрхан. Моя мать умерла в возрасте 120 лет, моим младшим братьям перевалила за 100, и они неплохо себя чувствуют. Внимание, да, то есть у человека, да, генетика здесь тоже важна, но генетика обуславливается стабильностью образа жизни поколений, питания, прочее, прочее. Сейчас кое-что здесь будет понятно. Безусловно, вода здесь важнейший фактор, но мы здесь по сюжету не знаем, хотя я уже многократно проверял, перепроверял, исследовал эти вопросы. Все места сверхдолгожителей, я подчеркиваю, где многие или почти все жили долго, там ту воду, которую пьют эти люди, она обладает физико-химическими свойствами, близкими по всем или большинству параметров к нашей клеточной воде. Слушаем дальше. Но вот вы услышали, наверное, то, что сейчас сказал человек уже всем братьям за 100 лет, мамы 120 пожилых. У Гайрхана Рисханова 9 детей, 39 внуков и 50 правнуков. Он был женат 3 раза и в последний раз отдавил в возрасте 100 лет. Больше он жениться не хочет. Дети рассказывают, что отец всегда отличался отменным здоровьем. За все 134 года своей жизни он болел только один раз. В прошлом году он перенес ангину, ему пришлось лечь в больницу. Родственники говорят, что в те дни Гайрхан держался бодро и думал о чем угодно, но только не о болезни. Гайрхан Рисханович говорит, что главный секрет его долголетия – это хорошая наследственность и здоровый образ жизни. Он никогда не пил, не курил, а самое главное – в любых ситуациях сохранял выдержку и хладнокровие. Долгожитель из Кизелюрта не обижается, когда люди, говоря о его возрасте, больше верят не ему отметки в паспорте. В этом году на день своего рождения он собирается поехать в родное село, собрать всех родственников и ответить свои 135 лет. Что важно здесь подчеркнуть, дедушка не обижается на тех, кто не верит, смотрит в паспорт и только папа. Он-то знает, сколько ему лет, потому что это с детства он знал, потому что так говорили родители, которые не знали еще, что он проживет так много, долго. И не было смысла говорить неправду, даже если говорить о каком-то умысле. Ну, потому что это глупо наперед, ведь мы не знаем, сколько проживем и так далее в любом случае. Так что, дорогие друзья, давайте больше перестанем уже говорить вот эти глупости, взглянем на мир, каким он есть. А секретов долголетия на самом деле очень много. Это десятки факторов, о которых я уже рассказывал в своих лекциях. Да, сейчас уже не осталось практически долгожителей. Я имею в виду сверхдолгожителей. Есть последние долгодоживатели, которые уже к 130-120 годам, сейчас уже таких единиц, уже к 100-100 годам, уже плохо себя чувствуют, еле-еле-еле ходят, еле говорят, но так было не всегда. Вот давайте посмотрим на тех долгожителей, которые еще вели абсолютно тот же образ жизни, что и их предки веками и тысячелетиями. То есть, уже не жили на пенсии дома сидя, так сказать, когда сразу снижается продолжительность жизни, остаточных лет вот этих. А когда они так же работали, как работали. И какие факторы влияют еще, помимо естества воды, на долголетие долгожительства. Дорогие зрители, я думаю, что правильно поступить следующим образом. Дело в том, что люди сейчас ленивы, многие. Ну, не лично вы, а многие. И не любят смотреть длинные сюжеты. А потому, для того, чтобы эти мои видео посмотрело большее количество людей, я хочу, чтобы люди понимали эти важные вопросы. Так вот, я для этого сейчас сюжет закончу, но обещаю вам, что вот то, что касается конкретных видео и моих комментариев о уникальных сверхдолгожителях, которых запечатлели киносъемки в 70-е, 50-е, 60-е годы, которым тогда было 130, 150, 170 лет, я обязательно покажу следующее мое видео в разделе, в рубрике о долголетии долгожителях. Я советую вам посмотреть все эти мои видео обязательно для полной аналитики, беспристрастного подхода, и чтобы вы понимали, какие факторы на что влияют объективно, а не по нашим, так сказать, верованиям, желаниям и так далее. И вот тогда я сделаю просто отдельные видео. Там будут уникальные кинохроники архивные и мои комментарии. Ну что ж, дорогие друзья, поэтому подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте колокольчик, чтобы вы получали уведомления о выходе моих новых видео и не пропустили. Ну и смотрите, какие вам разделы, плейлисты интересны. До новых встреч, всего вам самого лучшего, крепкого здоровья, долголетия, ну и до свидания.